Она на магните и видим, ого, прям капец сколько проводов. Давайте посмотрим, как печатает этот принтер. Привет всем, и вы на канале Китай QX, и у нас очередная посылочка из Китая. И как вы поняли из названия, это у нас 3D принтер. И чтоб вы понимали, это самый дешевый 3D принтер на Алиэкспресс. Вот так вот пришло запаковано, ничего особенного, коробка с 3D принтером в пакете. Ну я думаю, что тут все хорошо, как вы видите, коробка довольно плотная. Вот такой вот у нее внешний вид. Название принтера Изи Фрид К9, это мини принтер, скажем так. Ну что ж, откроем, давайте посмотрим, что у нас внутри. Пока я открываю, скажу, что это чудо стоит от 70 до 80 долларов, в зависимости от продавца, доставки и все такое. Значит, у нас в комплектации вот такой вот PLA пластик для теста. Инструкция на английском языке, ну тут множество картинок, в принципе все понятно. А кому непонятно, есть инструкция на русском, на флешке, которая есть в комплекте. Также вот такой вот крепежик, блок питания. Блок питания у нас 12 вольт 2 ампера, с обычным штекером, такие как у всех роутеров. Вот такой вот USB кабель, невелекий, буквально полметра. Потом у нас, что у нас тут в пупырке, C у нас стол, поверхность для печати 10 на 10. Да, кстати, принтер печатает модельки 10 на 10 на 10. Вот такой вот кубик можно, в принципе, напечатать. Магнитная поверхность, вот так вот оно классно клеится все. Как к нему будет прилипать или не прилипать пластик, это мы посмотрим далее. Далее, еще вот такая брошюрка с настройкой. В принципе, я думаю, можно разобраться. Потом флешки, про которые я говорил. Два картридера, не знаю зачем второй, наверное, просто запасной. Отверточка, не очень хорошего качества. И болтики крепежные, чтобы скручивать это все дело вместе. Вот флешечка на 4 ГБ, ноу нейм. Как я и сказал, на флешке есть русская инструкция, программка для печати и тестовая модель. То есть, ничего качать особо и не надо. Так, далее у нас идет вот такой вот крепежик, чтобы тремывать бухты с пластиком. Смотрим, что у нас тут в пупырке. Довольно неплохо упаковано, пупырка такая здоровая. Тут у нас сам непосредственно 3D принтер. Весь разобранный, это мы будем собирать. Вот так вот это все пришло упаковано. Ну что ж, давайте посмотрим блещи. Вот у нас печатающая голова и сам 3D принтер. Ну вот так вот все сделано. В принципе, пластик видно, что дешевый. Это литье, но довольно все такое вот неплохо. За такие деньги, скажем так. Кнопочки. Далее мы рассмотрим все поподробнее. А пока давайте так, внешний вид. Вот такая вот лейбочка, сделана в Китае. 24 ватта максимум потребляет. Ну, для 3D принтера это вообще мало. Я вам скажу так. Тут у нас флешку можно ставить, USB подключить, питание, ну и переключатель. Далее разберемся с переключателем. И еще в комплекте у нас вот таких вот 3 направляющих. Это оси X, Y, Z и вместе с шаговыми моторами. Вот так вот это выглядит. В принципе, они все 3 одинаковые. Просто скручиваются в разных положениях, так скажем. Ну и подключаются до разных, ну так скажем, шлейфов. Вот так вот это все выглядит. И перед тем, как мы приступим к сборке, хочу сказать, где вы можете посмотреть, как смоделировать, обработать модельку, засунуть ее в флешку или напрямую пустить с компьютера на печать на этом принтере. Это все вы можете посмотреть на канале Кабинет Информатики. Ссылочка в описании. Также всплывающая ссылочка справа в углу. Переходим, смотрим, пишем комментарии. Если вас что-то интересует, автор на все отвечает. Ну вот таким чином полностью все, как вы видите, все друкуется, друкуется. И, власне, навіть мы можем в куре переглянуть, как самое відбувается, друг. Ну что ж, давайте приступим к сборке. Берем основу принтера, сам принтер. Одну из осей, будем их так называть, X, Y, Z. Вот так вставляем до щелчка. Берем нашу отверточку, винтик, который в комплекте, и вкручиваем вот сюда. Ну и этой комплектной отверткой у меня ничего не получилось. Я пошел взял свой набор, потому что этой отверткой сделать это просто, наверное, невозможно. Потому что она плохо цепляется за эти винты. Короче, слизывается. Не знаю, для чего ее вообще поклали. Но в некоторых местах она нас выручит. Далее мы берем вторую ось, вставляем вот так вот сбоку, тоже до щелчка полностью. Все, все оси полностью вставляются до щелчка и крепятся по одному винтику. Переворачиваем принтер и снизу так само завинчиваем один, так скажем, в нашу ось, чтобы она была зафиксирована. Далее мы берем третью ось, она вставляется у нас в вертикальную, просто так само до щелчка, вот так вот сбоку. И вот тут уже начинается самое интересное. Вот эта отверточка, которая идет в комплекте, мало того, что она плохо садится в потае с винтами, она еще и плохо магнитит винтики. Можно сказать, она их вообще не магнитит. А нам надо закрутить винтик вот в это отверстие. Это отверстие, там внутри садится винтик, он примерно на расстоянии полтора-два сантиметра. И я, как видите, беру свою магнитную отвертку и спокойно закручиваю. Если у вас отвертка не магнитная, это сделать очень сложно, ну реально очень сложно. Не знаю, как там целиться надо, потому что туда пальцы особо не влазят и приходится вот брать отдельную отвертку. Далее мы берем и цепляем непосредственно саму печатающую голову. Так само, как и все эти вот направляющие, мы ее просто вставляем до щелчка и так само фиксируем четвертым винтиком, который идет в комплекте. Тут нам так само пригодится магнитная отвертка, потому что так само винтик посаженный довольно глубоко, гнездо, ну точнее гнездо, куда его надо закручивать. Единственный минус моей отвертки, она чуть-чуть не достает и приходится все равно дожимать комплектный, потому что она чуть-чуть длиннее. Вот так вот это все получилось. Теперь давайте прицепим непосредственно сам стол, на котором это все дело печатается с магнитной поверхностью. Кстати, такой стол можно заказать отдельно с подогревом, кому надо. Ссылочки будут все в описании. Тоже он вставляется так само, тут в принципе сборка вся заключается в том, что вставляете до щелчка и фиксируете винтиком. Так само защелкнули, закрутили винта и все держится. В принципе тут тоже магнитная отвертка вообще в тему. Далее мы вставим держатель для катушки. Он вставляется вот, ну тоже до щелчка и вот эта белая штука, которая держит катушку, тоже вставляется, можно сказать, до щелчка. Я, наверное, с этими щелчками вас задолбу, но все-таки е. Просто вставляете, чтобы оно так щелкнуло, тут в принципе звук такой приятный, не сказать, что там оно так вставляется, как будто что-то ломается. Все классно, все без всяких, не знаю, проблем, все соединяется и закручивается. Далее нам предстоит подключить наши кабеля, шлейфы, как хотите, так и называйте. Тут у нас их три штуки. X, Y, Z. X это у нас по горизонтали ездит. Это у нас верхняя, получается, направляющая. Подключаем фишку. Z это у нас вертикальная. Тоже подключаем фишку. И Y это у нас, в принципе, тоже горизонтальная, только в другой плоскости. Это фишка, которая у нас на направляющей с столом. Подключаем. Я думаю, проблем с этим не должно быть. Оно все подписано. Тут, в принципе, кабеля дальше, чем надо, не достают. Они так рассчитаны, что, в принципе, перепутать их трудно. Вот покажу вам ближе, как выглядят бирочки. X, Y, Z. Вот они даже разного цвета. То есть, как я и сказал, проблем с этим не должно быть. Давайте еще подключим блок питания, USB. Наденем сейчас катушечку, кстати, да. Комплект мы распечатаем. И еще посмотрим, какая пришла отдельно. В комплекте у нас катушечка была PLA пластика. А вот пришла упаковочка этой же фирмы у нас, ТПУ пластик. Он более такой, как резиновый, эластичный. Пришла вот такая вот катушка серого цвета. Ссылочка на нее тоже будет в описании. Этот принтер может печатать как PLA пластиком, так и ТПУ пластиком. PLA он более твердый, такой жесткий. Вот давайте сейчас тоже распечатаю и сравним. Я не знаю, какие тут в комплекте. Примерно на вид так метров пять. Вот такой вот белый идет в комплекте. Он довольно жесткий. Но смотря для чего вам его использовать. Какие-то шестереночки печатать. Вот PLA, пластик самое то. А ТПУ пластик, я не знаю, что-то такое эластичное. Какие-нибудь крепежики для проводов. Да я даже не знаю. Можно в принципе и фигурки, можно и какие-то вазочки. Вот покажу вам наглядно. Вот это у нас ТПУ пластик. Он такой эластичный, мягкий. А вот это PLA пластик. Он довольно жесткий, пружинистый. Ну вот такая вот разница. Печатают в принципе и то и то и хорошо. Тут вообще проблем никаких. Ну и вот так вот это все выглядит в сборе. А теперь давайте приступим к внутренней части принтера, которая находится у нас в основе. Раскрутим и посмотрим, как там выглядит плата и как все подключено. Снизу, как мы видели, вот такая вот белая крышечка. Три винтика. Сейчас мы их открутим и посмотрим, что у нас внутри. Итак, снимаем крышку и видим. Ого, прям капец сколько проводов. Вот мы видим тут все шлейфы, которые у нас. X, Y, Z идут подключены. Также платки. Ну конечно сделано все вроде на вид, да хорошо. Но вот видим, что удешевлено. Тут на винтиках ничего нет. У нас все на термо, как я их называю, термосопли, термоклей. Вот так вот все это подключено, залито. Ну в принципе за такие деньги, я думаю, это неплохо. У нас тут еще есть пустые фишки, я вижу. В принципе зелененькая вот пустая есть. Не знаю, что туда должно подключаться. Ну по идее можно же стол с подогревом подключить. Не знаю, есть дополнительный вентилятор для охлаждения, возможно для обдува. Тут есть какой-то еще широкий контакт. Не знаю для чего он. Я в этом сильно не разбираюсь. Кто знает, можете написать в комментариях. Может кому-то это будет нужно, полезно. Так, внутренности я вам показал, плату показал. А теперь давайте перейдем непосредственно к самому принтеру. Смотрим, какие на нем есть кнопки и за что они отвечают. Значит, спереди у нас кнопочка play и 4 кнопочки 1, 2, 3, 4. Эти кнопочки нам нужны для того, чтобы настроить головку непосредственно по периметру стола. Чтоб она четко ездила на определенной высоте. Это высота буквально на толщину листочка А4. Это далее мы посмотрим. Ну и кнопочка play слева, которая запускает печать. Слева у нас разъем под SD карточку, чтобы печатать непосредственно с картой. Потом можно подключить по USB до компьютера и питание. Снизу кнопочка трехпозиционная, чтобы печатать, настроить и вернуть назад наш пластик, чтобы заправить, допустим, другой. Сзади принтера у нас одна кнопка, вернуть головку домой. Все, больше тут кнопок никаких нет. В принципе, это начальная позиция для настройки принтера. Ну или в принципе, что вам надо вернуть головку на место. По кнопкам все. Вот так вот еще выглядит у нас стол с правой стороны принтера. Он такой рифленый и довольно к нему неплохо липнет пластик. Как я и сказал, такой стол можно еще заказать с подогревом. Ссылочки в описании. Также под столом у нас есть вот такие вот крутилочки, которые настраивают высоту самого стола непосредственно до головки. Это мы дальше тоже будем все настраивать. Вот так вот выглядит у нас непосредственно сама голова. Сбоку, снизу вот такое вот сопло для печати. Давайте еще заглянем внутрь. Тут вот такая вот крышечка. Она на магните. Сейчас покажу вам магнит. Вот так вот магнит выглядит. Она магнитится. Тут у нас стоит вентилятор для охлаждения, потому что она нехило греется. Она все-таки плавит пластик. Ну и вот так вот выглядит непосредственно сама конструкция, которая подает пластик. Там стоит моторчик, который прокручивает пластик. Он плавится и получается выходит из сопла для печати. Итак, давайте включим принтер, потому что и так уже довольно долго рассказываю. Переключатель ставим в среднее положение для настройки. Подключаем. Нам для настройки понадобится листочек А4. Обязательно. Ну, блин, любой листочек, в принципе, какой есть под руками. Плюс-минус 80 плотности толщиной вот как А4. Включаем принт и нажимаем кнопочку Home сзади. И головка у нас встает вот в такое вот положение. С такого положения мы будем ее и настраивать. Нажимаем единичку. У нас головка, видите, стоит уже в таком положении. Вставляем листок А4. Он у нас свободно лежит. Вот мы берем крутилочку, подкручиваем. И листочек должен ходить очень так плотненько между головкой и столом. Прям вот между соплом именно, вот печатающим и столом. Прям плотненько. Как вы видите сейчас на видеоряде. Вот я туда-назадся и листочек ерзаю. И проверяю, насколько плотно он там сидит. Далее мы нажимаем циферку 2 после того, как все подкрутили. И у нас головка передвигается в другой угол стола. Так само она прижимается. Мы вставляем листочек. Если он вот так вот болтается, тоже берем крутилочку. Подкручиваем, чтобы листочек ездил плотно. Так само делаем, нажимаем циферку 3. Головка у нас уезжает в третий угол. Так само настраиваем. И в четвертый угол так само отправляем головку. И так само подкручиваем. После первой настройки советую повторить вам настройку еще два раза хотя бы. Ну короче, суммарно раза три. Лучше вот это все настроить. Проверить, перепроверить. Чтоб листочек плотно во всех четырех углах ездил. Ну вы можете опять перезапустить принтер. Он опять может поездить. Что-то может опять сбиться. Но в принципе хватает вот двух-трех раз. И все классно настраивается. Вот ближе вам покажу, какие зазоры получились у меня. Вот такой вот маленький-маленький зазорчик. Почти его там не видно. Да, еще забыл сказать самое главное. Что перед каждым переключением кнопки. В левое, в правое, в среднее положение. Надо отключать принтер. Вот выключили принтер. Кнопочку переключили. В данном случае нам надо левое положение. Ну и после того, как мы настроили головку. Мы можем надеть нашу катушечку. Заправить пластик. Нам надо будет для этого переключить переключатель в левое положение. Не в центральное, как мы и включали для настройки. А в левое. Вот на фид. Переключаем на фид. И мы можем спокойненько вставлять в отверстие. Вот в это отверстие пластик. И он мая подаватый внутрь головки. Ну а теперь давайте посмотрим, как печатает этот принтер. Как я и говорил, вы можете на канале Кабинет Информатики перейти. Посмотреть, как сделать модельку. Как ее загрузить. Как ее пустить на печать. Как в принципе работать с этим принтером. Это все вы можете посмотреть на канале Кабинет Информатики. Ссылочки в описании. А также вот в всплывающем окошке. Сверху справа на вашем экране. Вот идет таймлапс. Вот такая вот моделька. Печаталась пять с копейками годын. Потом эту модельку можно обработать, обшлифовать. Потому что как-никак принтер дешевый. Он немного печатает наплывами. Без этого никак. Также, как вы видите сейчас на видео. Эту модельку можно потом покрасить. И она будет довольно неплохо выглядеть. Вот это видео с канала Кабинет Информатики. Вот этот отрывочек. Так что переходим, смотрим. Как я и говорил. Пишем комментарии, пишем тут, пишем там. Задаем на все вопросы. Будем отвечать. Вот я еще вставил вам кусочек. Чтоб вы слышали как он работает. В принципе не очень громко. Я бы сказал даже терпимо. Вы можете спросить, зачем такой дешевый принтер, если он вот так вот печатает наплывами. Ну, смотрите. Принтер дешевый. Его можно взять ребенку как тестовый, не знаю, просто обучающий принтер. Чтоб ребенок мог моделировать и у него был интерес что-то печатать. В данном случае этот принтер брался для уроков информатики, чтобы детям показывать, что вот такие вот штуки есть. На них можно печатать, на них можно что-то делать. Да, 10х10х10 это небольшой размер, но для, так сказать, для показа, для обучения самое то. Я не думаю, что для обучения нужен какой-то, не знаю, сверхъестественный там принтер за 500 или там 1000 долларов. Я думаю, вот такой вот образец для того, чтобы показывать и учиться самое то. Вот такое вот у нас сегодня видео. Как я и сказал, все ссылочки в описании. Ссылочка на кабинет информатики в описании. На принтер тоже в описании. На PLA пластик, на TPU пластик, на стол с подогревом тоже все ссылочки в описании, на официальные магазины. Все приходит 100%. Качество довольно неплохое. За такие гроши прям вообще бомба. Ну а вы были на канале Китай QX. Не забываем за лайки, подписываемся, ставим колокольчик, нажимаем, чтобы не пропускать новые видео. Также переходим на канал кабинет информатики, так само подписываемся. Еще скажу, что там есть очень интересные проекты с ардуинкой, так что переходим и смотрим. Все, всем пока, ждем следующих видео.